Добрый вечер, дамы и господа. Не удовольствие все-таки настроить трансляцию, но будет запись, которую мы потом выложим на YouTube. Итак, еще раз добрый вечер. Мы открываем второе заседание нашего НИГ «Практическая философия». И чтобы не тратить дольше драгоценного времени, тем более, что все здесь и докладчик уже здесь, я передаю слово Владимиру Башкову. Засим, я умолкаю. Владимир, прошу. Здравствуйте, коллеги, присутствующие здесь сейчас и также онлайн. Должен сделать несколько предупределений к своему докладу. Во-первых, он, скажем так, носит экспериментальный характер. Это не просветительское мероприятие. Я не буду сейчас излагать какие-то вещи, которые можно будет уверенно повторить. Это скорее такое приглашение к размышлению, попытка порассуждать в каком-то непривычном для меня, в том числе, регице. Ну, казалось бы, если мы ставим рядом Шмидта и Дюргейма ищем что-то промежуточное, ну, наверное, сразу всплывает, что Батай, коллеги социологии, возможно, Жерар, да, куда-то туда. Мы сразу попадаем чисто интуитивно. И понятно, что этот шаг уже сделали многие коллеги, в том числе, на русском языке, поэтому туда мы не идем. Мы остаемся именно на стадии первичной попытки сопоставления Шмидта и Дюргейма. Однако сделать это довольно сложно, потому что это очень специфически разные концепции. И чтобы найти какие-то точки входа, чтобы просто начать за что-то цепляться и как-то раскручивать эту тему, нужно предпринять несколько усилий. Итак, мой доклад называется «Политическая теология и социология религии. Приближение к границе». На самом деле, сначала я хотел назвать его чуть более вальяжно, как прогулка в Дюргеймске. Дескать, мы отправляемся в некоторое путешествие и осматриваем старинные достопримечательности. Но когда я потом начал размышлять об этом, то понял, что на границе, вообще говоря, неспокойно. Прогуляться там не получится. Поэтому в лучшем случае приблизиться и так осторожно посмотреть. Потому что, несмотря на то, что мы не видим каких-то больших теоретических боев, на самом деле сама действительность подталкивает к тому, что это место конфликта. Я попробую показать, собственно, с чем это связано. Итак, чтобы начать хоть с чего-то, я беру небольшую работу Ганса Кельзена, которая называется «Бог и государство». Она вышла в 1922-1923 году в журнале «Логос». И как только мы начинаем читать этот текст, мы сразу видим, кому это адресовано, что же там, собственно, какая главная цель этого текста. Мы понимаем, что это эссе написано строго против Шмитта, чтобы ударить по концепции политической теологии. Я напомню, что эти тексты появляются практически одновременно. Политическая теология чуть-чуть пораньше. И буквально следом текст Кельзена «Бог и государство». Собственно, с чего начинается это эссе? Когда Шмитт обсуждает проблему суверенитета, он говорит, что существует недостаток современных теорий. Они либо чисто юридические, либо чисто социологические. А что, собственно, не устраивает Шмитта? Нельзя дать просто юридическую дефиницию государственного суверенитета, потому что тут же выстраивается представление о некоторой системе вменений. Это некоторое нормативное единство, которое существует и обладает силой только по факту того, что там есть определенная логическая цельность, нормативная непротиворечивость. И как бы это должно работать само собой. Происходит отразвесление государства и конституции. Шмитта это не устраивает, и известно, что он предлагает. То, что он предлагает, это так называемая социология юридических понятий, хотя мы хорошо знаем, что Шмитт не так много проясняет, и многое мы как бы додумываем вслед за ним. Ну, так или иначе. Самые известные тезисы данного сочинения – это все точные понятия современного. Учение государства представляет собой секуляризированные теологические понятия. И, собственно, тезис, с которым полемизирует Кельзен, что суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычайном положении. Кельзен как бы отвечает на критику Шмитта, который обвиняет его в излишнем таком юридизме теоретизирования. Мы помним, что Шмитт там пишет довольно зло, что можно сколько угодно оттачивать теоретические методы, но если мы не показываем, как это работает на практике, то толку от этих рассуждений и как можно говорить о том, что это некоторая юридическая наука. Итак, Кельзен услышал и пытается упражняться в социологии. Тезис сразу отсылает к дюргемии. Вообще, большая часть этого сочинения, она по духу именно дюргемианской, хотя я бы сразу упомянул, что это не очень внимательное, не очень аккуратное прочтение дюргема, скорее спекулятивное. Кельзену нужно найти точку опоры, чтобы бороться со Шмиттом. Да, и сразу второе сопровождение по ходу. Мы помним, что как и дюргем Кельзен, это с одной стороны кантианство, с другой стороны позитивистская традиция. И то, что между их концепциями впоследствии, как я покажу, мы находим некоторую перекличку, это тоже не случайно. Не случайно также, что Кельзен находится в постоянной полемике с Шмиттом, а Шмитт, в свою очередь, наследует социологию Макса Лейбера. Это другая школа неокантианства и другое отношение к проблеме, собственно, общества, именений и так далее. Итак, первый тезис, который будет раскручиваться потом на протяжении всего этого СССР. Существует параллелизм между социальным и религиозным. Когда мы слышим параллелизм, мы сразу начинаем думать, так, вот-вот уже прямо шмиттянский тезис. Но нет, с параллелизмом Кельзен тут же соскакивает. С психологической точки зрения, Бог и общество переживают с индивидом одинаково. То есть, все-таки это нечто тождественное. Религиозный опыт неотделим от социального. Когда человек испытывает причастность к некому божественному, он также осознает себя частью большого социального единства, которое, значит, неразрывно связан с этим особым чувством божественного. Ради этого общество, его члены могут совершать различные рискованные действия, они могут пожертвовать собой, при этом они могут делать это с энтузиазмом и так далее. Бог – это сверхиндивидуальное высшее существо, но и общество, оно как бы неотделимо от этого понятия Бога. Кельзен проговаривается, что такой вид религиозности ближе всего к пантеистическому мировоззрению. Вообще говоря, Кельзен – один из немногих авторов, который в XX веке открыто признает свои симпатию по отношению к пантеизму. Он в нескольких сочинениях буквально говорит, что пантеизм – это актуальная на данный момент философская традиция, что это по-своему форма современной религиозности. То есть Кельзен практически заявляет о том, что пантеизм – это и его собственное мировоззрение, и он как бы всячески это одобряет. Понятно, что в такой трактовке Шмидт не стал бы спорить, что представлена концепция именно пантеистическая. А, разумеется, для Шмидта это был бы повод начать атаку. Итак, вот это пантеистическое переживание единства, сопричастности некоторому высшему существу, оно возникает для его возникновения достаточно одного только общества. А вот религии не бывает без определенной общности, которая имела бы к ней отношение. Не бывает асоциальной религии. Этот тезис также важен, мы к нему вернемся в самом конце. Кельзен пытается разобраться, как же так случилось, что до сих пор существует теория государства, где право не тождественно государству, где государство существует как бы отдельно, самостоятельно. Разумеется, он вскрывает вполне ожидаемую генеалогию, говорит, что все это связано с определенной теологией, а точнее с теистической, христианской теологией. И все признаки трансцендентного Бога, все связанные с ним парадоксы, такие как парадоксы могущества, можно ли создать камень, который Бог не сможет поднять, можно ли создать закон, потом ему подчиниться, может ли Бог допустить зло, если он благой Бог, и все остальное, вот вся вот эта структура аргументации, которая существовала ранее в теологии, укладывается в учение, в теорию государства, где точно так же обосновывается, почему существует отдельно государство, отдельно право, почему так должно быть, как так получается, что это не противоречит одно другому. Кельзин говорит, что это неправильно, и задача состоит в том, чтобы вернуть некогда утраченное единство. Что это за единство? Это вот как раз единство государства и права. Итак, если отходить от вот этого теологического взгляда, какую теологию предлагает Кельзин? Он говорит, посмотрите, современный мир того, как мы на него смотрим, это мир расколдованный, там есть действия определенных безличных причин и закономерностей, они наблюдаются как в отношении природы, точно так же они действуют и на человека. И поскольку причинность здесь используется для объяснения именно естественных законов, то Богу как бы не остается места. Мы помним эту метафору про часовщика, который завел механизм и удалился, дальше все работает само собой. Однако, если мы уберем из идеи Бога идею причинности, то связь религиозного и социального выйдет на первый план. Эта связь проявляется в Боге как моральном авторитете. Кельзин говорит, подчиняться авторитету общества – это то же самое, что признавать авторитет некого божества, и это неотличимо от следования определенным социальным моментам. Здесь бы я отметил на полях один момент. Кельзин говорит о тождестве Бога и общества, но корректнее было бы, конечно, говорить о обществе и религии, поскольку он все-таки ссылается на Дюргейма, для Дюргейма, для существования религии Бог совсем не обязателен. Но есть, на мой взгляд, причина, почему Кельзин так упорно говорит про Бога, а не про религию, потому что далее ему это нужно, чтобы подвергнуть критике и в конечном счете фигуру Бога изъять из этой схемы. Он затевает довольно странный такой вульгарно-фрейдийский ход и говорит, ну вот, как в сознании ребенка, значит, отец – это Бог, ну, точно так же любой авторитет, который заменяет отца, уподобляется Богу. Ну и, в общем, правитель государства – это как бы тоже Бог, а в древних обществах он и назывался Богом, и был еще и отцом. И вот у нас складывается такая патерналистская схема. Разумеется, она складывается с единственной целью – ее нужно отбросить. Понятно, что на следующем этапе предлагается, в общем, известная риторика совершеннолетия. Нужно выйти из-под власти отца. Это значит, что общество должно перестать подчиняться патерналистской власти и дать себе некоторые общие абстрактные законы, которые отличались бы от такого диктата. Собственно, мы выяснили, что вот этот государственный правовой дуализм связан с христианской теологией. Отражением идеи трансцендентного Бога служит вот это государство, которое также трансцендентно по отношению к праву. Знатоки шмитянства могут оценить, что Кельзен просто практически идет по… он нанизывает один за другим аргументы Шмитта, но с противоположной как бы оценкой. То есть то, что у Шмитта выступает как череда аргументов, которые должны пробить защиту и убедить нас в его правоте, Кельзен слегка смещает акценты, и вот уже получается, что все не так уж и красиво, и убедительно. Ну, по крайней мере, Кельзен хочет привести этот эффект. Итак, еще один явно шмитянский тезис. Государство создает право, однако потом оно может как бы ему подчиниться, но может в тот же момент и выйти из подчинения, явив пример юридического чуда. Чудо – это, как пишет Кельзен, свобода Бога в отношении законов природы. То есть можно не подчиняться естественным законам, а в отношении как бы теории государства получается то же самое. Какие-то чудеса, которые не имеют юридического обоснования. Итак, мы стремимся восстановить тождество. По Кельзену чистая теория права, далее формулировка, это безгосударственная теория государства. То есть представление о государстве как о законе, а закон – это дух, а не тело. Метафорика, идущая от Гоббса, связанная с тем, что государство – это некоторый корпус, отбрасывается. Нет, государство – это дух. А теперь возвращаемся к началу рассуждения, чтобы закольцевать и подытожить, перейти к следующему. Итак, Кельзен отвергает теологию личного трансцендентного Бога, но вполне допускает пантеизм. Причем это не просто философское упражнение, а это вполне отчетливое признание того, чем является современная религиозность. Если это так, мы можем допустить, что несмотря на все попытки создания и некоторой стерильно чистой, беспримесной правовой теории, Кельзен все-таки нуждается в определенных подпорках. Но вопрос в том, как их правильно артикулировать, потому что он по собственным соображениям не может внести их непосредственно в собственную правовую теорию. Итак, Кельзен завел разговор об обществе и религии для того, чтобы предложить социологическое основание своей правовой теории. Он говорит о некой базовой социальной религиозности, для существования которой не нужна догматика, не нужен Бог. Это по-своему универсальная религиозность. И в этом смысле она представляет собой некоторую изнанку правового универсализма. Итак, мы начали с того, что Кельзен упоминает Дюргейма. Собственно, в каком ключе? Ссылка у Кельзена идет на элементарные формы религиозной жизни. Здесь я бы сделал опять же небольшое отступление и предположил бы, что возможно это не лучший выбор для Кельзена в отношении того, чтобы можно было позаимствовать у Дюргейма. Дело в том, что элементарные формы это настолько, как сказать, мощный и всепозначающий текст, содержащий свою теорию познания, кроме того, что там есть социология, социальная антология, антропология, но это также и своеобразный извод антианства, и для Кельзена это большой риск, потому что приближаться к такой маяхине, это значит, что он рискует быть ей поглощенным, когда его нормативистская теория станет просто одним из вариантов коллективных представлений. Как мне кажется, Кельзен мог бы поработать с более ранними сочинениями Дюргина. Классическая схема с развлечением органической и механической солидарности здесь могла бы кое-что Кельзену сообщить полезного. Итак, мы помним, что у Кельзена есть развлечение закрытых и открытых нормативных систем, что означает, что в одном случае это жесткая иерархизированная структура, которая не терпит каких-то инвазивных действий, открытая структура предполагает, что она таким образом сконструирована, что там есть пространство для юридического маневра. Это система, которая может адаптироваться. Это могло бы рифмоваться с теорией органической солидарности. Общество усложняется. Там происходит все более изощренное разделение труда. Возникает специфическая солидарность, основанная не на представлениях о единстве, а на индивидуальной полезности, на осознании того, что человек может заниматься неким собственным делом, и в этом есть определенная его глубинная связь с обществом. И все это регулируется реститутивным правом, то есть правом, который восстанавливает баланс, а не карает, не осуществляет насилие над людьми. Важно отметить, что Дюргин на том этапе своего творчества продумывал, что теория солидарности могла бы, будучи также подкрепленной на уровне, скажем, моральной риторики идеи большого человеческого братства, что теория солидарности могла бы лечь в основу объединенной Европы. А это было еще до событий Первой мировой войны. У Кельзена также была идея большой Европы как общего нормативного пространства, которое регулируется международным правом, государство там имеет только частичный суверенитет. В основе этого единства лежат некие предельно абстрактные общие нормы. Так вот, здесь я бы сделал такое предположение, что интенция о том, что идея человеческого братства или, так скажем, осторожно контовский вариант культа высшего существа тянет на представление об основной норме, о человеке с его достоинством, с определенным перечнем свобод и так далее. То есть, в принципе, мы могли бы здесь предположить такое вот теоретическое единство правовое и социологическое. Но Кельзен все-таки ссылается на другой текст. Итак, он предлагает отождествить государство и право, и это определенным образом перекликается с другим отождествлением общества и религии. Вот здесь для меня начинается как бы сказать совсем уже экспериментальная часть. То есть, вот мы выявили некий теоретический монизм и будем теперь некоторое время крутиться вокруг него, пытаясь что-то дополнительно об этом понять. Через конфликт нормативизма и децидзионизма попробовать определить, в каком отношении социология религии пребывает с политической теологией. Итак, как я уже сказал, и в проекте, раннем проекте Дюргейма, и в правовом проекте Кельзена и то и другое, это потенциально безграничные универсальные проекты. Общество там как сказать, оно потенциально безграничное, потенциально транснациональное. Настолько, насколько позволяет актуальное состояние разделение труда общественной дифференциации. Государство там неизбежно рано или поздно отмирает, поскольку единственное, чем они служат на данном этапе, это обеспечение собственно процесса дифференциации. То же самое, как мы видим у Кельзена. Государство не имеет вне правового статуса, его можно буквально отождествить с Конституцией. Если все это юридически возможно благодаря выстраиванию определенной системы норм, а социологически через идею некого большого общества, мирового сообщества, то что у нас здесь получается на уровне религии, на уровне вот этой религиозной метафорики? Ну, во-первых, сразу вспоминаем что по поводу именно такого общества Шмидт был очень критическим настроем. Большого общества, глобального общества. В нем невозможна политика. А что это значит? Здесь я ссылаюсь на Генриха или как еще у нас говорят Хаймриха Майера. У него достаточно радикальная интерпретация Шмидта, но в данном случае мне кажется она верная. идея состоит в том, что без политического не будет теологии, не будет религии, не будет культуры. Вот это мы попробуем сейчас развить отдельно. Итак, для Дюргейма периода элементарных фон общества формируется вокруг разделения на сакральные профаны. Это разделение присущему объекта и есть религия. Иначе говоря, поскольку граница проходит не между сообществами, политика оказывается чем-то необязательным, излишним. Политика в шмитянском смысле как сопротивление, как вражда. А у Шмидта совсем иначе. Общество держится изначально на возможности назначить себе врага, то есть отличить себя от некоторой другой общности. Оно в принципе не может быть глобальным. В своей последней большой работе политической теологии Два Шмидта высказывает предположение о том, что современная политическая теология трансформируется в стадиологию, науку о вражде. Интересно, что он эту идею выводит из формулировки отношения внутри Святой Троицы. Я не буду на этом подробно останавливаться. Мне вообще кажется, что Шмидта мы в последнее время обсуждаем многое и подробно, поэтому я проговариваю как раз то, что мне самому непривычно и интересно. А вот что мне кажется интересным, давайте сравним. у Дюргейма и вслед за Эмином Кельзима человеческое переживание божественного, переживание единства с обществом, это переживание именно единства, полноты, некоторой целостности. У Шмидта мы в том же самом месте видим раздор. И общество понимается как раскол потенциально, уже раскол на своих и на друзей и врагов. И божество раскола-то, оно находится в состоянии борьбы. Дюргейм считает, что для всех религий возможно определить общие черты. Именно именно поэтому его проект социологии и религии он тоже по-научному универсален. А в политической теологии это едва ли возможно. Правовая форма и соответствующая ей метафизическая картина мира тем и отличается от остальных, что представляет собой нечто неповторимое, к тому же вписанное в определенный исторический контекст. Здесь нет ничего универсального. Мы не можем выявить никакие общие черты из возможного ряда теологических учений и определенных метафизик, чтобы взяв потом отдельно эти общие черты привести в соответствие с какой-то отдельной политической формой. Каждый раз все будет разным. Вернемся еще на одну секунду к Кельзену. Итак, основная норма. Кельзен, который пишет в Америке по-английски, избегает этого момента. но в оригинальном тексте, который вышел в 34-м, если не ошибаюсь, по-немецки, Райан Рейхстену, у Кельзена есть следующее наблюдение касательно основной нормы. Ну и так, общим теоретическим местом является, что это нечто неучреждаемое, гипотетическое основание правопорядка, к которому восходят все остальные нормы, образуя иерархическую структуру. Но, и вот в этом отличие текста немецкой редакции от англоязычной, бывают моменты, когда основная норма становится отчетливо видна. Это моменты слома одного правопорядка и учреждения другого, то есть революции. То есть писаного права еще не существует, новая конституция еще не учреждена, а мы уже чуть ли не витально ощущаем, какая здесь будет основная норма. Ее проговорить сложно, но она чувствуется в каждом действии учреждаемого порядка. А вот теперь Дюргейм. Ведь для Дюргейма подобные периоды, то есть периоды революции, тоже связаны с обновлением. Это некоторые пиковые значения общественного единства. Особое время, когда граница сакрального и профанного истончается или может быть пересмотрена. это неизбежно влечет за собой религиозные трансформации. Общество остается, а его религиозная жизнь меняется. Появляются новые объекты поклонения, новые герои, новые мученики, новый флаг, новая конституция. Интересно с этой точки зрения посмотреть на шпантианское чрезвычайное положение. И так есть вот это дюргемианское бурление. А мы его прерываем суверенным решением. Прерываем соответственно определенную трансформацию общественную и религиозную. Отменяем учреждение новой основной нормы. ключевой вопрос, что в этот момент происходит с солидарностью? И здесь, как мне кажется, возможны два ответа. Они прямо противоположны друг другу. Первый ответ такой. Поскольку мы именно прервали это состояние бурления, мы таким образом отменили важное конститутивное эмоциональное переживание. То переживание, которое имеет коллективный характер и создает вот эту ткань общества и солидарность. Тогда вслед за чрезвычайным положением мы должны фиксировать состояние анонимии. С другой стороны, любая чрезвычайщина нарушает нормальный ход вещей. И этим демонстрирует зыбкость границ. Чрезвычайное положение посягает на то, что считается неприкосновенным и учреждает особое время, которое функционально может напоминать нам праздник, но без позитивных коннотаций. Вот это прощупывание границ тоже может способствовать возрастанию солидарности. Не аномии, а наоборот ее укреплению. Здесь у меня нет даже примерно ответа, что из этого вернее, но мне кажется важным отметить вот эту двойственность, что чрезвычайное положение возможно разрушает солидарность, а возможно учреждает определенную новую солидарность. Итак, если мы хотим противопоставить политическую теологию, социологию религии, исходя из некоторых оппозиций, что это могут быть за оппозиции? Ну, во-первых, это оппозиция мира и войны, также мира в глобальном смысле, как мира большого сообщества и некоторой разделенности, это противопоставление религиозного иммунитизма и трансценденции и в конечном счете противопоставление социального и асоциального. Насчет последней оппозиции. Я предлагаю такую трактовку политической теологии, которая соответствовала бы тому, что политическая теология является антисоциологией. Она построена на антисоциологизме. Она отказывается мыслить общество как реальность Сюль Генрис. В качестве маленького примера обратим внимание на то, Шмидт работает с Деместром. Мы знаем, что от Деместр и Банальда через Конта Дюргейм заимствует определенное представление социального реализма. Почему Шмидтова не заимствуют? Почему Шмидт делает акценты на решении, на поддержании порядка, на его сохранении? Как будто без вот этих действий общество не устояло бы. Это то общество, которое у Деместр создано Богом. Почему мы должны сразу же делать акценты на диктатуре? Довольно странно, почему Шмидт не видит иную сторону того же самого. То есть ту, которую берет Дюргейм. В чем же дело? Здесь я заканчиваю, но это не итог моего исследования, поскольку оно находится в процессе, я предполагаю, что здесь еще будет много неожиданных открытий. Это скорее попытка закольцевать собственного монолога. Итак, в чем же дело, что не так со Шмидтом? Еще одним важным источником для Шмидта был философ Сёрен Киркигора. У Киркигора есть очень специфический взгляд на отношения индивида и общества, веры и религии. Киркигора искал путь к подлинному христианству, не обремененному культурными наслоениями. И на этом пути он закономерно пришел к противопоставлению личной внутренней веры и религии датского общества. Киркигора находился в перманентном конфликте с датской народной церковью. Это также противопоставление некого иррационального внутреннего чувства и всего, что может быть формализовано, всего, что может быть высказано. Киркигор отрицал также нравственный смысл церкви как объединение людей. Никакой соборности, никакой протестантской формы гигельянства ничего этого Киркигора не устраивало. Человек принципиально одинок в этом мире и его отношение с Богом строится только через это одиночество. Также ясно, что это специфическое отношение предполагает разрыв с этикой, поскольку этика для Киркигора это феномен социальный. не бывает частной этики. Это разрыв с публикой, разрыв с государством и принципиальная полемическая позиция. Если мы строим на этом основании теорию, которая должна объяснять нам политические процессы, правовую теорию, что из этого может получиться? Шмидт в целом ряде важных формулировок, логических ходов наследует именно Киркигора. И возможно корень как бы положения, особого положения политической теологии среди социальных наук заключается именно здесь. Как можно было основать учение о правовом порядке, политической гомогенности и социальной общности на принципиально асоциальной, предельно субъективной бунтарской философии? Можно ли основать правопорядок на возможности его нарушения, построить мир на признании необходимости вражды и сопроводить все это специфической теологической критикой, которая яростно атакует любые попытки общества произвести религию по своему собственному подобию? Таким образом Шмидт оставляет нам незавершенный проект, это некоторый вызов. Моя попытка заключалась в том, чтобы прощупать его с непривычной стороны, показав возможные переключки с социологии и религии. Спасибо. Владимир, спасибо огромное. Я буквально на полсекунды перехватываю слово, чтобы попросить коллег начать задавать вопросы. Вопросы и из зала здесь, и из зума по ту сторону экрана. Если из зума, то можно сигнализировать о том, что есть вопрос, поднимая в зуме руку, просто чтобы вас было сразу видно. Спасибо большое, коллеги. Итак, вопросы. Да, прошу. Во-первых, хотел бы поблагодарить за доклад, очень интересным и важным. Мне очень понравилось, как закольцовано своими первыми вопросами, я хотел это кольцо разорвать и вернуться к самому проекту сравнения политической технологии и социологии религии, как бы имманентно из того контекста, это происходило. Мне казалось, что все фамилии, которые сегодня прозвучали, были такими мастодонтами. Всего этого, но ведь вся эта дискуссия, она фактически уже была разработана в дисциплинарном плане и в Франции, и в Германии, и даже в Англии. И очень правильно, наверное, вообще начать разговор о соотношении зарождающейся и уже создавшейся как дисциплина социологии и политической теологии с Кользом, важной фигурой, но интересно, что у Дюргейма же был во Франции прямой продолжатель, юрист Леон Дюги, который как раз-таки занимался именно тем, что использовал юридемианство для обоснования очень специфической юридической концепции. Если правильно помню, у него про религию много нет, но у него были в Англии последователи, вот там Карль Пласке, Джон Фиггис, которые писали очень много именно про соотношение религии, про соотношение государства и вопросы, ответы, которые принципиально расходились с Шмидтом. Шмидт, по-моему, два раза свою премьеру про них пишет в понятие политического сноса, и потом у него была отдельная статей на английский приведенная, когда он просто разносит концепцию политического государства, но который фактически из дюргемианства с абсолютно другими конституальным аппаратом и другими вопросами приходит к принципиально другим ответам, но которые буквально вытекают именно из этой дискуссии. И я не знаю сколько это вопрос или просто комментарий, но, наверное, здесь можно найти очень много всего интересного, и в том числе как ответы на вот эти вопросы о том, почему в итоге эти два проекта рослись настолько сильнее, какие у них были моменты для соединения в моменте, когда они создавались. Во-первых, это действительно ценный комментарий, и в принципе мог бы обойтись без вопроса, это хорошо, что это делается под записью. Я могу сказать только, что мне всегда интересно находить такие пропущенные ступеньки между уже разработанными темами, вот и все. Я замечал, что про именно этот текст Кельза, но у нас вообще почему-то не говорят, поэтому вот решил восполнить, так сказать, не более того. Правильно, очень полетно, хорошо. В общем, не претензия, это скорее не ценят, где еще можно было подойти к этой дискуссии и забить текст. Коллеги? Коллеги снаружи? Тогда я пока узурпирую право председательства, еще и тоже задам один вопрос, если позволите. Скажите, Владимир, вы говорите про последнюю часть доклада, почему Шмидт строит концепцию изначально предполагающую возможность диктатуры. Не в порядке ответа, разумеется, потому что версия с Киркегором, но как минимум интересная, как минимум надо читать подробнее. Я правильно понимаю, что об этом в вашей книге отчасти. Об этом сейчас... Да-да-да, обязательно. Но вопрос-то вот какой. А не может ли быть здесь причиной, собственно говоря, то, что Шмидт юрист. Он выстраивает социальное как правовое, изначально предполагающее априорную ценность порядка, любое право, любая правовая система. И априорную же его хрупкость. Потому что, ну, как юрист он понимает ее ценность, а как практик, глядя вокруг, он понимает ее хрупкость. Не знаю, довольно неуклюжие объяснения, но просится же, мне кажется. Я, это же другое рассуждение, кажется, в книге в Экскоте подписались, да, про то, как однажды разошлись теории с юристами и как по-разному сложилась их судьба. Социологи в каком-то смысле пошли путем теологов, вытеснив, а юристы остались юристами. Да, насчет, нет, конечно, тут, смотрите, в чем штука. Я мог бы, исходя из биографии Шмидта или исходя из его текстов, придумать еще пару-тройку объяснений, почему диктатура. Честно говоря, я давно уже отчаялся как бы собрать единственно верную концепцию шмитянства. Мне это интереснее как теоретический источник, где Шмидт выступает не как носитель реальной биографии, а как автор текстов, с которыми можно определенным образом поработать и что-то из этого получить. Сказал бы так. Спасибо. Спасибо. коллеги. Так, у нас есть вопрос из чата. Александр Михайловский, включаетесь. У меня скорее в продолжение к предыдущему вопросу собственно про социологию права. И с чего вы начинали, это как проблема какого-то правового нормативного порядка и нормативного порядка, как он изучает социологии. То есть как здесь социологию права к этому взаимодействию между социологией религией и политической теологией можно как-то привязать или какое оно по-вашему вообще место занимает вот это вот как бы как-то сказать субдисциплина или собственно это то, что делает Кельзин. Он берет такую специфическую ну несколько упрощенную версию социологии религии и здесь строит вот это генеалогию искомой правовой теории. То есть как сказать вы здесь социология религии и социология права они оказываются совмещены Кельзином. Он же в других тоже дискуссиях принимает участие вот это Герман Конторович Вебер Кельзин вот это вся и как бы Шмидт тоже включен в этом направлении социология религии присоединяется не совсем понятно А вот в этом и проблема что если мы возьмем социологию религии Дюргейма то не присоединяется потому что там другая школа она в основном Виберовская вся эта дискуссия гигантская между вот этими мастодонтами Левит Фергелин да и тот же Конторович это виберианская традиция так или иначе чтобы на мой взгляд чтобы задействовать потенциал Дюргейма в отношении Шмидта лучше смотреть все-таки на вот упомянутых французов то есть попытаться сделать это через Батая или может быть через Жерара это как-то так спасибо коллеги Вячеслав Кондуров пожалуйста да здравствуйте коллеги спасибо большое Владимир за доклад надеюсь что меня более или менее неплохо слышно хотя я в этом не очень уверен я на самом деле тоже в общем в продолжении чуть-чуть хотел один момент отметить что вообще говоря ну по крайней мере в таких правовых исследованиях считается что Дюргейм повлиял в большей степени на институционалистов например на Ариус хотя Ариус им спорит в своих работах и вообще на школу институционалистскую и тогда получается парадоксальная ситуация что Шмидт в конечном счете ощущает свою близость уже ну чуть более в поздний период к школе на которой решающее влияние оказал Дюргейм в конечном счете и это конечно некоторым образом иронично вот ну и собственно говоря я хотел спросить может быть вы в продолжении исследования попробуете еще как-то рассмотреть вот этот вопрос относительно того насколько то что Шмидт потом называет типичными представлениями о нормальном связанном с Дюргеймом через например влиянии институционалистов потому что ну скажем так этот вопрос в общем меня самого волнует но боюсь что вам удастся ответить на него возможно лучше поэтому я был бы рад спасибо Вячеслав спасибо ну да я наверное начну с того что внимательно прочитаю вашу диссертацию а потом собственно попробую проследовать вашу рекомендацию надо сказать Владимир у меня в диссертации просто сказано что парадоксально как получается и все я сам избегаю ответа на этот вопрос поэтому может быть вам это и не сильно поможет коллеги еще вопросы если есть пожалуйста Федор Нихаренко прошу и потом Евгений да у меня вопрос касающийся вот как раз прямой конца и связи Керки Гора со Шмидтом просто мне кажется что здесь есть такая очень сложная линия завязана на том что вы сами говорили в конце что для Керки Гора были постоянные конфликты в Дании что для него в целом христианство такой скоболичный феномен феномен веры вот этой абсурдной но при этом если мы говорим об этой линии рецепции можем ли мы вообще тогда рассуждать например о политической теологии Шмидта даже вот о том что он в конце называется физиологией если политическая теология по своим основаниям это перенесение все же тех же религиозных концептов которые уже перестают быть в такой ситуации личными на сферу политики опять же там очень много примеров но основная проблема мне кажется в том что мог ли вообще Киркегор тексты Киркегора хоть как-то влиять на становление шмидтянской политической теологии мне кажется что как минимум потому вы представите в докладе они радикально расходятся да смотрите я сам с этим бился очень много времени дело в том что Шмидт мало цитирует Киркегора мало на него ссылается но эти ссылки все-таки есть и там где они есть они попадают в самую точку вот скажем насчет той же политической теологии вы можете вспомнить что помимо вот этого знаменитого определения суверена через чрезвычайное положение есть еще второе пояснение так сказать к первому что суверен является исключением которое объясняет всеобщее и самое и себя и там далее идет большая цитата так вот эта цитата именно из Киркегора то есть в одном из ключевых текстов по политической теологии для объяснения того что такое суверенитет помимо возможности введения чрезвычайного положения используется прямая цитата из Киркегора если мы будем искать дальше мы найдем еще я сейчас просто не буду как бы углубляться об этом у меня как раз есть в книжке вы можете ознакомиться спасибо евгений можно вам передать слово а потом Андрею Никулину евгений спасибо и спасибо за доклад очень интересный Владимир у меня два вопроса если позволите первый послышались какие-то параллели с милбанком милбанком в части вот ближе к концу доклада и тогда возникает вопрос почему ну потому что милбанк тоже по сути строит такую-то логическую критику именно социальные теории социальных обобщений попыток универсальных объяснений но почему тогда у милбанка не возникает вот этой антагонистичности этой конфликтности которая у Шмидта есть если этот аспект у них второе ну это наверное вообще такой комментарий не вопрос и очень спекулятивный подумалось что если пытаться не выстраивать бинарную позицию между социологией религией нормативистским подходом и митровским фазионизмом а наоборот эту позицию как-то хлопы искать какой-то может быть тинт и вот здесь опираясь на то что одно это пантеизм а другое такой четкий очень тис трансизентализм почему-то пришел в голову ну например Уайтхед с его пантеизмом и вот может быть в этом направлении как-то подумать но я говорю вот это такая совсем спекуляция и даже просто чтобы для себя самого мысли зафиксировать хорошо ну да я тогда ваше пожелание я запоминаю и не комментирую а насчет Милбанка смотрите у меня такое ощущение от чтения Милбанка что в своей критической части он очень шмитянец но как раз таки в позитивной программе он прикладывает титанические усилия чтобы не дай бог не написать ничего похожего вот это его концепция радикальной ортодоксии она ведь как сказать но это прямо напрашивается задействовать потенциал политической теологии для того чтобы сделать ее по-настоящему такой пробивной заразной концепцией да но но нет у него там такая сложная эклектика с теологической эстетикой с привлечением самых разных школ реактуализации святых отцов все вот это да это одна из причин почему например сложно ответить на вопрос как вот в двух словах охарактеризовать концепцию Милбанка ну вам никто не ответит потому что позитивная часть Милбанка очень такая рыхлая а вот критическая часть очень шмитянская по духу спасибо большое Андрей Никулин пожалуйста да спасибо большое у меня небольшое суждение ну Кельсин вроде бы ноокантианец или кантианец ну по сути по сути вроде бы кантианец такая как бы пара антипод канта это гаммон ну и понятно что от гаммона можно вроде бы проложить тропинку киркигору и в этом смысле вот вот это вот как бы пара Кельсин Шмидт она как бы оказывается ну что называется в размерности предыдущих предыдущих ходов которые ну которые вот представлены этой оппозиции Кант Гаммон ну гиркигору это как бы с одной стороны вроде бы здесь даже и ну обращается он к Дюргейму понятно социология религии потому что социология религии ну Кант не совсем но все-таки там он юмон вроде бы заимствует и первая грубо говоря социология религии это все-таки ну как бы рефлексия религии как вот некой такой социологической конструкции это вроде бы юмовская ну я могу конечно конечно ошибиться то есть не вполне понятно зачем Кельзину Дюргейм когда вот в принципе есть есть Кант это с одной стороны а с другой стороны если не ошибаюсь Шмидт он ведь по происхождению католик ну вот по конфессиональному происхождению и вроде бы вся вот эта вот юридическая конструкция которую нормативистская которую развивает Кельзин она в достаточной степени напоминает такие ходы ну теологические выводные дедуктивные и вдруг вот несколько необычная кажется вещь по происхождению конфессиональному Шмидт католик он как бы сугубо в другом ключе начинает двигаться в каком-то таком очень лютеранском я не знаю там протестантистском вот как-то могли бы вы ну как-то пояснить эту ситуацию или наоборот сказать что да нет это вот эти предположения ваши это все как-то так не очень годится спасибо во первых да вы правильно подметили насчет гамма на Киркегора то есть здесь действительно можно попробовать простроить эту линию ну насчет Кельзина как такого значит теолога систематика но только только если именно по ассоциации но уж точно не по происхождению Кельзин при любой удобной возможности старается показать свою дистанцию отношения к христианству а вот насчет Шмидта католика и Шмидта который демонстрирует нам какие-то протестантские черты это интересно поскольку действительно ну биографически мы смотрим Шмидт из католической семьи Шмидт долгое время пытается связывать себя с католической партией Шмидт остается в католицизме после того как он воссоединяется с ним остается до самой смерти однако если мы погрузимся в дневники то чего мы там только не найдем совсем не католического доходят доходят до прямых формулировок Шмидт размышляет о статус католической церкви и доходит до утверждения что похоже я протестант вот такое он себе может позволить дневниках понятно что это не публичные вещи да но мышление Шмидта как бы это старая традиция пытаться прочитывать всего Шмидта через католицизм и я отношусь скептически к этой попытке мне кажется что у Шмидта надо различать католические периоды и периоды такого сомнения какого-то духовного борения когда он совсем не католически рассуждает в меру моего понимания католицизма конечно но вот так спасибо большое коллеги в зуме коллеги в зуме есть ли у вас еще вопросы коллеги не в зуме да Мария пожалуйста а может куда спасибо Владимир во-первых спасибо огромное за доклад он очень интересный и очень богатый во-вторых у меня есть вопрос и потом может быть дополнение я хочу оттолкнуться от этих дихотомий которые сделали значит между социологией религией с одной стороны политической теологии с другой стороны социальным и асоциальным миром как обществом и миром как разделенным миром и войной если я правильно сейчас восстанавливаю и соответственно имманентизмом и трансцендентом если для трансцендентного модели религиозного мышления насколько я понимаю будет Киркев-Гор собственно то у меня вопрос а какая модель религиозного мышления какой автор должен соответствовать имманентизму какой главный пантеистический теолог здесь встал на ваш взгляд ну да я так сразу наверное теолога именно не назову здесь уместно было бы говорить о романтиках мне кажется в качестве такого концентрата я бы назвал извините совсем не теолога а позднего конта вот это мне кажется предельно для позиции с трансцендентаризм конт который уже открыто рассуждают о необходимости религиозной практики при этом целиком заземленных на позитивистское мышление спиноза дело в том что тогда мы должны строить оппозицию с Гоббсом из Киркигора Киркигора если так смотреть по 19 веку на самом деле многие работы Киркигора выходили параллельно с работами Маркса можно еще в эту сторону посмотреть спасибо коллеги в зуме может быть есть еще вопросы у коллег в зуме пока идет загружение вопросов нет коллеги в зале прошу прощения что задаю еще один вопрос но хотелось поподробнее обсудить политическую патологию 2 потому что это вообще такая работа которую наверное можно было популярно называть спознавым ответом моим критиком где он и Питерсон отвечает и Левит и много кому еще есть ли какая-то непосредственно ответ на эту статью Кюнзена Бог и Государство или нет и прямо из политической же теологии 2 следует то что вы сказали о том что проект политической эстасиологии он вообще не универсален и может быть в рамках очень конкретно понятого христианства с разделением строится и следует разделение общества но ведь огромное количество проектов в том числе опирающихся политической теологии 2 того же Блюменберга вообще не так это поняли и решили что как бы у нас есть христианская политическая теология вытекающая вот собственно Шмидт прочитал значит и все феки сарийского и создал тут огромную теорию заключения политической теологии 2 и так далее вот и возможно что конкретно в рамках нашей заданной дискуссии такая интерпретация вообще будет нелегитимной но возможно что если мы можем так прощать Шмидта то окажется что можно будет найти какие-то еще параллели между уже универсализмом обоих проектов собственно социологии вытекающей как бы из конта тоже с очень большим количеством религиозных параллелей и с вот таким вот уже очень универсалистским понятным проектом политической теологии вытекающим из других чтений в том числе политической логии 2 а не просто первой политической теологии да смотрите так я сейчас попробую не потерять мысль ну да во первых отвечаю сразу на ту работу Кельзена Шмидт никак не реагировали это вообще очень интересно поскольку так сказать теоретическая переписка полемика Шмидта и Кельзена она вообще довольно большой период охватывает там были несколько этапов когда она обострялась но вот этот текст почему-то прошел совершенно без внимания нигде я у Шмидта не видел реакции на конкретную работу Кельзена поэтому собственно я опять говорю и взялся поспекулировать немножко на эту тему потому что не хватает какой-то какой-то реакции поэтому приходится фантазировать а насчет второго вопроса да так вот вы даже сами и говорите что Блюменберг так прочитал и конечно это другая тоже сложнейшая дискуссия относительно того как относиться к Блюменбергу и вообще что это за поздний текст вы размечали он еще и устроен очень странно то есть на мой взгляд самое важное говорится по последней четверти этого текста а предварительная подготовка она ну вообще несколько излишней то есть если просто читать внимательно первую политическую теологию то понятно что там нет вот этой зависимости нет генеалогии это идея святых отцов что все это упирается на общество модерн с демократией с диктатурой вроде бы все и так понятно то есть вот это вот ну так сказать мне кажется это вынужденная часть текста Шмидта совсем не как бы совсем не главное я могу в том числе и построить такую же теорию ну да для меня загадка почему Шмидт никак не выводит Петерсон на поле обсуждение Киркегора потому что например у Петерсона в других текстах есть мысль на этот счет и я даже читал интересную вещь что вот Шмидт читает Петерсона с карандашиком да и там в том моменте где появляется Петерсона Киркегор Шмидт значит подчеркивает расчеркивает и пишет про Петерсона значит акта Иуда то есть грубо говоря все же все же понимаешь да но делаешь что нет вот а тут в чате целые две руки так пожалуйста давайте Андрей и потом Федор ладно Федор был раньше нет чем у меня а ну тогда Федор потом Андрей ну давайте так спасибо большое мой вопрос как раз вопрос комментариев возник с последнего разговора с Ильей и касается того что я бы просто не отделял так первую вторую политические теологии несмотря на разницу чуть меньше чем 50 лет мне кажется что там плюс-минус одна и та же идея о том что вот эта политическая теология и вообще проект Шмидта он все равно остается христианским потому что и в первой политической теологии есть ссылки и ссылки не на самих святых отцов там и в других текстах 20-х годов Шмидт же очень часто отсылается например к апостолу Павлу Шмидт очень часто вообще отсылается к каким-то более абстрактным идеям понятно что он не цитирует не все веки сарийского или не ссылается на Деквитата Дэй но в любом случае и мне кажется что как раз это было принципиальным моментом для Питерсона все с чем он пишет свое уже более позднее с 35-го года посвященное прямо этой проблеме но и например с статью которая называется Иисус Христос Христос как император где он уже в 20-е года реагирует на собственно проект Шмидта определенным образом и говорит про то что например Августина там возникает идея о том что Христос это и есть самый настоящий император и эта идея уже по своей основе аполитично и в этом плане просто то что направлен этот комментарий мне кажется что для Шмидта с самого начала как будто я бы очень много по этому подумал вместе с Киркегором о котором я знаю в данной ситуации мало всегда идет определенная традиция традиция очень сильная традиция собственно католическая традиция в первую очередь как например Геребе отмечает латинских авторов в первую очередь и всеми появляется позже вначале идут авторы которых Шмидт читал на латыни скорее всего тот же Августин который видимо очень сильно фундирует для него некоторую традицию того как вообще работать с его представлением о связи политики и религии да все верно единственное я бы сделал я с вами согласен я бы только сделал тут два уточнения все-таки первая политическая теология да мы можем доказывать что это именно текст вдохновленный христианством и скорее всего мы будем в этом правы но не надо упускать из внимания вот ее политический компонент поскольку этот текст написан в конкретных полемиках и эти полемики ведутся не между теологами а насчет второй политической теологии я бы здесь вообще предостерег насколько это христианский текст поскольку ну знаете идея борьбы доброго бога и злого бога при том что Шмидт очевидно выбирает злого это ну как бы если христианское то с какими-то очень серьезными оговорками ну Шмидт собственно поэтому часто обвиняют в мастицизме в том числе и следователя да и за это политический мастицизм да другой вопрос как так сказать он дошел до жизни спасибо Андрей пожалуйста спасибо в каком-то смысле мой вопрос будет касаться злого и доброго бога потому что ну коль помянут Вебера да то логично попробовать и я хочу проверить свою гипотезу попробовать разместить Кельзина и Шмидта в целерациональное и ценностно рациональные действия и как бы тогда прагматика отношения к Богу или к тому что олицетворяет Богом будет разной одна из действия другая из мышления потому что ведь Кельзин это бесконечная то есть основная норма как бы существует всегда мы способны до нее добираться как бы каждый раз выстраивая новый рефлексивный уровень и отыскивая эту эту норму и делая так бесконечное число раз а вроде бы у Шмидта тогда это какое-то действие направленное на Бога то есть больше вообще нет никого только только он есть и я мою действию и вот здесь вроде бы какая-то такая область суверенитета что ли появляется это скорее вот как проверка можно ли использовать вот это вот эти типы Вебера для того чтобы посмотреть на пару Шмидт-Кельзу спасибо ну вы знаете я не знаю что нам это даст если мы будем этим заниматься только если для понимания хотя ну что мы можем сказать о Шмидте ну он близок веберовскому пониманию аскетизма как деятельности внутри мира по его преобразованию это уж точно несозерцательный автор для него политическое для него правопорядок вот его существование является таким своеобразным диалогом с божественным его это можно сказать политическая германифтика если так можно выразиться а насчет Кельзана ну видите ли я не не настолько хорошо знаю Кельзана но опять же из тех работ что я читал складывает впечатление что у Кельзана все достаточно спокойно именно в плане отношения с с божественным то есть эти вопросы скажем так решены поэтому он занимается правом со спокойной душой ему не нужно выяснять свои отношения с Богом в отличие от Шмидта который остается таким беспокойным автором вплоть до собственно финальных своих произведений спасибо спасибо коллеги еще у кого-нибудь вопросы замечания нет спасибо большое спасибо замечательно доклад и я смотрю по обсуждению конечно вот то что много лет Шмидтом разные люди занимаются это дает свои плоды просто как значит если бы на рыбе водилось была шерсть на ней водились баблохи все обсуждение значит скатывается все равно к Шмидту хотя вы нас постоянно пытались увести к Кельзу к этой проблематике стоило неосторожно произнести слово Шмидт и все мне кажется как раз очень позитивно очень важны ваши усилия я думаю что я же помню что на самом деле просто вы об этом не говорили но я по обстоятельствам нашего знакомства знаю что Кельзин для вас совершенно не чужой автор вы давно им занимались в каком-то смысле сейчас просто происходит возвращение пусть там неполное но так или иначе конечно Кельзин у нас и хуже известен и может быть даже в каком-то смысле недооценен и будем надеяться что это как-то изменится я хотел бы несколько слов сказать именно в связи с основной темой вашего доклада хотя тоже какая-то видимо даже судя по ответу вашему ответу на один из вопросов совершенно проницательно была сделана здесь такая реплика по поводу иммунентизма да и я с ней согласен вот и получается что я немножко все равно хочу сказать то что вы сознательно не захотели говорить но может быть какие-то интерфейсы появятся дополнительные потому что ну есть есть несколько моментов просто это это не с моей стороны не критические замечания во-первых и во-вторых это не попытка как бы восполнить недостатки это вот реакция прямая на то что я услышал исходя из того что я до этого знал несколько очень важных моментов первое конечно очень ценно что вы указали на эту статью которая с вашей точки зрения это реакция прямая на шмидт даже не каждому пришло бы в голову вот в принципе если это так это такая вот вражда учреждаемая конечно в первую шмидт в политической теологии но очень интересное место ответа журнал Логос это ведь не совсем тот Логос который мы с вами знаем это возобновление Логоса да то есть в 14 году русско немецкий Логос прервался а это Логос послевоенный который невзирая все усилия русских которым просто сказали ну как всегда в таких случаях говорят немцы значит у вас денег нет значит страны нет идите утрите значит сколько там Яковенко не бился в своей праге значит пытались вспоминать высших задач философии никому уже не было ну лучше не было русских денег на которые все это сдавалось вот поэтому русский значит русский Логос выходил в Праге совсем недолго а немецкий Логос выходил вот в это время под редакцией Кронера и Меллиса значит естественно когда пришла именно нацизм как и следовало ожидать он стал журналом по исследованию немецкой культуры европейской в общем очень хорошо прожил еще довольно много времени и вот значит да и вот значит с наглой мордой ничего не произошло они сдавали свой Логос и вот значит там это выходит то есть это примечательное место это не какая-нибудь там неизвестно где вышедшая политическая идеология каком-то значит черном издательстве это действительно это трибуна да трибуна если угодно да трибуна кстати немецкого неоконтианства который нечувствительно становится трибуной немецкого неогигельянства потому что коронавр это неогигельянство Мелес тоже еще та фигурочка вот дальше важный момент который конечно мы благодаря вам обнаруживаем да вот это 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 конечно не случайная перекличка с Тергеймом и это очень сложный вопрос очень сложный момент который вы затронули и который как мне кажется он настолько просто он настолько тяжелый настолько сложный что может быть даже вот качество разработки уже хорошее а со слуха это воспринимать все еще тяжело это надо несколько раз прокатывать чтобы понимать в какую на самом деле бездну вы нас завлекаете здесь у нас появляется все-таки я скажу да конечно если мы откатываемся к Дергейму мы прекрасно понимаем что от Дергейма мы откатываемся к Руссо а от Руссо мы откатываемся к Спинозе и никуда мы от этого не денемся то есть есть один момент который вы решили не тематизировать который вы решили не произносить но в общем весь этот эмонентизм конечно это Спинозовский эмонентизм а это в каком-то смысле ответ Спиноза Гобсу это Спиноза это анти-Гобс и для Шмидта было совершенно очевидно почему неприемлем он говорил почему неприемлем Руссо там скажем почему неприемлем другие конструкции эмонентизм там он в первую очередь говорил о панархических конструкциях там Брудон Бакунина они же все туда же восходит потому что там нет репрезентативной фигуры вот в этом вся разница то есть одну и ту же проблему Гобс и Спиноза решают противоположными способами Гобс говорит должна быть вот эта репрезентативная фигура Шмидтгойз она восходит к репрезентации один титатис средневековой формули Руссо извините да Спиноза говорит вот это вот социальное политическое он считается политическим и долго потом оно держится само собой раз оно держится само собой ему не нужна вот эта фигура может держаться оно может держаться и без этой фигуры оно может удержаться без того чтобы соответственно принималось единолично принималось суверенное решение потому что оно держится силой мультитуд мы помним и тут возникает момент который тоже мне кажется его надо называть по имени это католический антисемитизм Шмидта потому что Спиноза и Дюргейм вот для него это вот это самое либеральное еврейское разложение средневековой конструкции теологополитической конструкции вот которую он противопоставляет католическое решение а католическое решение предполагает зримую церковь и вот да именно видимую зримую церковь это вот знаменитая статья которую вы знаете ну просто о которой здесь вы не упоминали вот она говорит мы упираемся в зримую церковь и здесь собственно вот это вот ключевое различение ключевое противоположность Кельзина и Шмидта которую вы зафиксировали и в которой есть еще важный момент потому что продолжение это какое Кельзин не просто кантианец у него кантианского было двух как вы знаете школ и Веборовская с которым мы привыкли иметь дело это юго-западная школа Кельзиновская это же Марбургское неакантианство а глава Марбургского неакантианства это Коэн которого у нас в русской традиции принято называть Кобином значит Коэн который не то что значит по фамилии еврея который действительно еврейский мыслитель очень крупный мыслитель своего времени очень значительный и который вместе с тем является основателем АТ школы и никаких чудес в этом смысле нет потому что Шмидт называется чует врага в любой его ипостаси будь то Кельзин значит будь то Коэн будь то значит Дергейм тут не надо подменять как бы то сказать расовым вопросом аргументативную сторону дела но и не нужно думать что для Шмидта она в этот момент вообще не играла никакой роль она играла для него роль просто мы знаем прекрасно что он про себя думал и что он дождался Гитлера и сказал что он делает но повторяю мы это не переоцениваем мы просто понимаем что для него здесь вот для него здесь не было случайности это не был что называется животно-зоологический антисемитизм это была принципиальная позиция в том числе принципиально католическая позиция и вот здесь опять-таки за что очень доклад потому что конечно вы фиксируете вот в эту эпоху все правильно вот скажем если 17-й год это зримая церковь 23-й год это римский католицизм политическая форма в 25-м году все кончается а как бы сказать в объятии Риу он падает кстати вы очень хорошо на это указали но в объятии Риу он падает где-то в 31-32-м году когда он говорит что мы или даже чуть позже когда он говорит что конкретное учение о порядке конкретное учение о порядке в принципе ему более всего соответствует институционализм Риу ну так это уже как бы ну это принцип другой Шмидт это другая система аргументов а вот здесь значит мы остаемся внутри вот этой вот фазы это очень интересная фаза фаза мышления Шмидта и фаза мышления Кельс которая гораздо более последовательная гораздо меньше вот этих вот и начал он раньше да вы абсолютно правы вот и раньше начал и более последовательно себя вел и вот здесь какая-то невероятно тяжелая штука появляется потому что с одной стороны и в вашем изложении это видно очень хорошо Кельс понимает что если мы отождествим право и государство это будет то же самое как если мы отождествим религию и церковь причем вот именно церковь как организацию тогда любое организационное решение внутри церкви любое деяние любое высказывание это сразу принимает как есть а если нет а тогда значит мы принадлежим к невидимой церкви не вот к этим которые в мире тогда тогда получается что ставится все под вопрос тогда получается что вся история церкви вся история церкви как организации вся история соборов догматов деяний значит там все что сейчас конкретно в этом мире происходит вся ответственность и все решения которые она могла бы принять а нам то что у нас невидимая церковь это вот для Шмидта это совершенно невозможно а для Кельзина прямо противоположное невозможно когда значит чтобы государство какой бы значит гадости какой бы оно поганкой ни было значит оно выпускает какой-нибудь закон как собственно это и произошло уже в самое ближайшее время и жертва чего он уже сам и стал выпускается закон да типа значит дамбаба кедит генерального штаба вы подлежите уничтожению все и все по закону и никуда не денешься и дальше значит Шмидт тоже понимает что нельзя смешивать легитимность с легальностью он пытается из этой ловушки выскочить как-то по-другому а Кельзин прямо говорит значит вы хотите чтобы у вас было государство окей тогда смотрите может ли гражданин подавать в суд на государство внутри государства нет они говорят вот у меня закон вот я принял решение вот я действую от имени государства а ты кто такой ты вообще теленквент ты бунтовщик ты революционер ты негодяй мы сейчас тебя посадим в тюрьму потому что вот у меня закон я на основе этого закона сделаю что хочу Кельзин говорит нет наоборот если есть вот эта высшая норма значит если есть международное право которое выше чем государственное право значит можно сказать да вот все эти действия с точки зрения право они не являются государственными то есть человек который от имени государства действует он на самом деле это действует не от имени государства то есть только от имени но это не государство это преступная организация это шайка вообще негодяев да и поэтому на это государство можно подавать международный суд именно поэтому кстати говоря комментируя устав ООН уже там через сколько лет Кельзин говорит без международного суда все это бессмысленно потому что человек гражданин да индивид должен иметь право подавать в суд на государство иначе никакого права нет здесь между ними абсолютная пропасть но тогда естественно возникает вопрос да может ли это на чем-то держаться как оно будет тогда держаться если значит гражданин там будет апеллировать над государственным правом и прочее и прочее вот то что вы нам сегодня представили это совершенно замечательно нет он говорит оно может держаться потому что вот этим вот божественным божественным социальным им так сказать пронизано все да то есть люди люди общаются между если не ошибаюсь прямо на первой странице первая-вторая страница вот этого маленького текста они как раз о том что ощущение общности переживание общности и соответственно ощущение религиозного трепета и переживания божественного они они прямо изначально в человеке присутствуют для этого не нужно чтобы была церковь естественно все Шмидт может считать что он снова его враг не нужно чтобы была церковь не нужно чтобы была репрезентативная фигура не нужно чтобы была значит диктатура учреждающая именно диктатура учреждающая конститутивным образом учреждающий порядок потому потому что тогда все это оказывается вот таким то есть это абсолютно альтернативные абсолютно альтернативные варианты и может быть даже действительно совсем страшные варианты вообще-то говоря гораздо страшнее потому что Кельсин критиковал ведь Вебера Вебер же схлестнулся в свое время с неоконтианцами Рудольф вот какой-то затык значит неоконтианцы говорили что зачем изучать действительность социального реальной действительностью является то что идентифицируется с юридической точки Штамблер Рудольф Штамблер знаменивший неоконтианец который считал себя также социологом а Вебер Штамблер буквально размазал с точки зрения социологии как науки о действительности так вот для Кельсина это было неправильно потому что для него правильным было то что идентифицируется с точки зрения нормы норма как стандарт в этом смысле Шмирь безусловно был человек более 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 веберовского толка и тут вы тоже правы но вот то что он сумел поднять этот ресурс и то что у него была вот эта попытка мобилизовать понимание постоянно имманентно в сущности имманентно но вместе с тем нерелятивистки имманентно и нерелятивистки как это можно сделать потому что если имманент внутри социального все производится тогда социально может произвести внутри себя любую норму а вот благодаря этому у него появляется не дюргейманский совершенно у него появляется не дюргейманский не спинозовский абсолютно не акантианский противовес всей этой конструкции чего нет ни у прудона естественно ни у бакунина ни у руссо в сущности говоря нет даже у спиноза у него появляется противовес всем этому ужасному значит в виде в виде этой первой нормы которая позволяет всему этому не рухнуть в пучину пучины монетизма вот так что то что я повторяю то что вы сейчас сделали это конечно это абсолютно супер но если со своей стороны какие-то у вас есть реакции может быть наверное сказано извините получилось долго но я никак не мог остановиться потому что мне это страшно понравилось да моментальных реакций не будет кроме того что вот в вашей же трактовке собственно политико-юридических процессов да и того как это ложилось на ситуацию реальную в политике да то есть я об этом ничего не сказал но когда это сейчас услышал я понимаю что я это продумывал то есть таким образом ну я просто фиксирую что мы достигли взаимопонимания по крайней мере это я считаю ну достаточно правильным результатом дальше можно будет двигаться так ну вы же не у вас же был не вопрос а по сути это была реплика но с попытки создать интерфейс для каких-то единственное у меня по поводу антисемитизма было одно тоже уточнение вот в этом слове конечно ставку надо сделать на католический потому что если говорить про вот эти специфические как вы говорите животные животные антисемитизм там у Шмидта если так тоже полазить по дневникам можно найти еще и зависть и какую-то патологическую любовь и чего только он не испытывал по отношению к евреям то есть свести все именно к какой-то ненависти не получится никак при всем желании там гораздо более сложные отношения и как раз таки желание спорить с евреями отчасти мне кажется инспирированное не столько ненавистью сколько желанием быть таким но полной невозможностью себе этого позволить и в силу социального происхождения и в силу любви да да спасибо коллеги есть ли еще у кого-нибудь желание высказаться или задать вопрос коллеги раз коллеги два коллеги ну тогда на правах модератора коллеги я позволю себе еще раз поблагодарить Владимира огромное спасибо правда это редкое удовольствие честно это просто от себя вот спасибо большое спасибо всем кто был сегодня с нами онлайн спасибо у Владимира не так давно собственно сегодня в этом коротко упоминалось у Владимира не так давно вышла книга книга посвященная можно книга посвященная собственно говоря Серону Киркегору и Карлу Шуму репетиция политического да Серону Киркегору и Карлу Шуму эта книга важна с двух позиций спасибо во-первых нет во-первых она важна ипсофакту и это во-первых и в главных даже если бы не было второго первая позиция уже была бы самодостаточной потому что исследования аналогичного исследования аналогичного уровня я стараюсь избегать оценок у меня не получается исследований посвященных этим фигурам в сопоставлении да в нашей традиции до сих пор просто не было ни одного и есть ощущение как-то говорится в анекдоте хорошего начала это во-первых во-вторых эта книга важна тем что она открывает собой можно сказать что она открывает продолжает что она продолжает собой серию таких небольших по объему но не по значению книг выходящих в серии архив политической мысли которая фактически формируется за счет Центра фундаментальной социологии высшей школы экономики и то что это уже вторая книга в серии дает нам основание надеяться на то что две точки это совпадение три уже закономерность мы будем ждать закономерности коллеги и она скоро не замедлит появится надеемся а вот а вот на этом наверное уже на самом деле будем прощаться еще раз спасибо всем кто был с нами и запись потом выложим ссылкой разумеется поделимся спасибо всем коллеги всего доброго Ура!